Всех приветствую на канале. На улице уже довольно прохладно и поэтому настало время сделать печку в гараж, а вернее переделать из бубафони, сделать из нее нормальную печь, которая будет хорошо гореть и хорошо отдавать тепло. Выпилил два уголка 37,5 сантиметров, один 50 и другой 35. Буду их сваривать вот таким образом. Потом будут насверливаться отверстия с этой стороны и с этой стороны. Этот уголок сваренный будет креплением дверок. Буду использовать вот такие дверки старые, ручки сделаю. Это будет топка и это будет поддувал. По высоте верхняя дверь 22, нижняя дверь 16 и так будет 27 сантиметров. Также с прошлого раза у меня оставались вот такие вот вырезки. Их я сейчас буду использовать. Немного подправил я их. Получилось две вот таких заготовки 18 сантиметров, 37,5 сантиметров. Здесь у меня будет 2,5 сантиметра, но можно было бы и больше, просто у меня железа нет. Если сделать больше, то топка соответственно будет глубже. Это плюс. Но так у меня 40 сантиметров, я думаю, войдут свободно дрова. Толщина здесь шестерка. Получился вот такой швеллер у меня. Нижнюю часть прихватил. Между нижней и верхней частью будет ровно 40 сантиметров. Сейчас я уже наметил квадрат, который буду выпиливать. Проем готов. И сейчас начинаю собирать топку. Все пока что собираю на прихватках, чтобы никуда ничего не увело. И сейчас буду уже делать вот эти боковины. С этой и с прихватываю здесь. И потом выравниваю вот этот край. Железа немного не хватает, поэтому варю из кусков. Длина этой перемычки 36,8. Начинаю сверлить отверстия, чтобы можно было вот эти дверцы закрепить болтами. Вот так вот это будет все сделано. И еще одна дверь будет с этой стороны. Скрутил я дверцы. И можно ставить на место. И теперь я его сейчас свободно выровняю и прихвачу. Заготовил два 0,5 уголка по 12,5 сантиметров. Они будут привариться вот с этих сторон. Это для колосника. Все проварил. На этих уголках будет держаться колосник самодельный. Дальше сейчас тоже еще буду наваривать уголки по всему периметру. Колосник я буду делать вот из таких старых накладок железнодорожных от рельсы. В общем, смотрите, как все подходит. Эта накладка здесь очень хорошо подходит. Нарежу потом здесь полоски. Она толстостенная, металл хороший. Я думаю, что не хуже будет, чем заводской колосник. Останется еще одну накладку такую найти и дальше продолжить туда. Вот так выглядит все это дело сверху. Дальше пущу по 16 сантиметров вот такие два уголка наискосок с этой стороны и с этой стороны. Упоры для колосника готовы и проварены. Обрезал одну накладку и все здесь очень хорошо встало. Я, наверное, все же сделаю дыры вместо полосок. Думаю, что будет лучше так. С этой стороны тоже все хорошо лежит. Никуда ничего не двигается. Теперь вырезаю куски металла вот в эти места. Будут они привариваться вровень, чтобы все здесь было ровно. Для верхних дверей размер 6 на 21 сантиметр. И для нижней дверки два куска 5,5 на 14. Отверстия готовы. Здесь тоже все подготовлено. Сейчас ставлю дверцы, прикручиваю их и уже провариваю все конкретно здесь. Перед весь проварил. Сейчас приступаю к нутрянке. Вырезал перегородку. Все плотно подходит. И сейчас я ее поставлю туда вниз. Протолкну вот до этого места. Тут 10 сантиметров оставлю, чтобы огонь мог в нее упираться, нагревать. И проходить через вот эту щель выше. 40 сантиметров от верха. И получилась вот такая перегородка. На первую перегородку выложил кирпичом красным, чтобы он поглощал жару. Перегородку приварил 23 сантиметра до верха. Здесь расстояние 11 сантиметров. А на нижней перегородке, я забыл уточнить, там расстояние 6 сантиметров. Толщина дымохода получается 10 сантиметров от кирпича до перегородки. Точно так же обложил кирпичом. И расширил вот здесь отверстие выходное. Вот такие у меня получились колосники. Отверстие 23 миллиметра. Колосники установил. Свободно они здесь меняются, без проблем. Сделал задвижку. Вот так закрывается. И так открывается. По ходу, чтобы было видно, в каком положении задвижка. Отрезав от старой крышки бортик. Сейчас всё обварю. И буду приваривать уже вверх. Люк делать я не стал. Пока что оставил так, потому что через вот этот люк будет всё прекрасно видно. Как вообще там будет обстановка. Будет ли копиться сажа и всё остальное. Сделал дверные самодельные замки. Печь готова. Осталось совсем немного декора внести. Ну и вот я её выставил. Где она будет точно стоять. Как будет стоять. Обчерти умелом границы. Решение как бы у меня пришло само собой. Фундамент под неё я тут делать не стал. Я тогда пояснил в видео, когда яму в гараже делал. Почему. И в общем я решил, что сейчас я буду засверливать дыры. Там где нет балок. И вколачивать трубы в землю. И потом эти трубы обвяжу. И будет крепкий металлический каркас сваренный. Решил обложить вот так всё кирпичом. Чтобы кирпич собирал весь жар на себя. Думаю, что получится неплохо. Вверху закрепил так называемый маятник. Чтобы оцентровать трубу. Да, кстати, я забыл вам сказать, что эта печь сейчас вот в таком виде весит где-то приблизительно около 150 кг. Она очень тяжёлая. Просверлил дыры. Столбушки заготовил. Шестидесятка. Длиной 1 метр. Покажу. Столбушка уперлась в землю. И вот 58 сантиметров сверху торчит. Заколачиваю столбушки. Две штуки я уже вбил. Заходят они туго. Каркас сварил из профиля 80 на 40. Выровнял его по уровню. И сейчас вот эту середину заварю десяткой. Есть у меня десятка немного. Станина полностью готова. Всё плотно здесь. Всё по уровню. Так что сейчас приступаю уже к установке печи. По размеру 63 на 57. Замесил глину. Кирпич выкладываю. С правой стороны видите. Я его вытащил. Считай практически на кирпич. Потому что здесь как раз будет самая жара. Чтобы защитить вот именно вот тот край. Я решил сделать так. Ушло у меня 92 кирпича. Теперь пожаробезопасно. Снизу не нагреется. С краёв. Ну и вдобавок ещё кирпич будет держать потом тепло. Сделал вот такую декоративную окантовку. Ну так для красоты просто. Я проверял. Листочек зажигал. Всё. Дым хорошо идёт. Через дымоход. В общем вот такую печку я сварганил. Не знаю. Думал как её назвать. Решил назвать её сварганыч. Пишите в комментарии. Как вам такое название. Сверху трубы наварил вот такой кантик. 5 сантиметров. Из двойки. И сюда будет упираться уже сама труба. В этот раз вверх будет собран и сэндвич трубы из нержавейки. Всё будет сделано на этот раз безопасно и качественно. Здесь вот труба пойдёт та же которая и была. Старая труба. Вот она. Единственная. Я взял только одно колено метровое. И от другой трубы тоже отрезал. Остаточек. 30 сантиметров. В этом месте я проложил негорючий материал. Чтобы дым не проходил. Сверху всё сделано. Печь наконец готова. Все чертежи из головы. Как-то самопроизвольно я её придумал. И назвал её сварганыч. Испытания будут позже на канале. Кому интересно смотрите. Подписывайтесь на канал. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч на ютубе. С вами был Евгений.